В прошлом году материальную помощь от депутата Московской областной думы Олега Рожнова получили 12 детских садов, 7 школ, несколько домов культуры и спортшкол. На средства из депутатского фонда было закуплено необходимое оборудование, мебель, спортинвентарь, установлены веранды и частично заменены окна. В прошлом году я перечислил в Чесцовской средней общеобразовательной школе 501 тысячу рублей на приобретение и установку, вот директор Кивайт, все использовали, да, пожалуйста, на приобретение и установку мебели, компьютерного оборудования, обучающего оборудования и оборудования для поддержания системы водоснабжения. И в этом году парламентарий оборот избавлять не собирается в приоритете по прежнему образования. Больше 15 миллионов рублей выделено на 23 школы, 10 детских садов, 17 домов культуры, 2 музея и 2 библиотеки, одна из которых находится в Чесцах. Ее площадь 160 квадратных метров. Среди читателей 626 жителей поселения. В библиотеке делался не капитальный ремонт, а потолки ремонтировались, где-то там стены ремонтировались. Такой, косметического плана, да, текущий ремонт. Ну, в принципе, она в хорошем состоянии, но уже время требует перемен. После отчета, ответа на вопросы избирателей, жители Покровского городка переживают за подрастающее поколение. Детям старше 6 лет, там нечем заняться, поэтому они ломают площадку для малышей. Для таких детей вот 6-летнего возраста и старше у нас нет ни одной площадки, ни футбольного поля, ни какой-то хоккейной вот этой коробки, ни там, ни волейбольной там сетки, ни баскетбольной. То есть нашим детям вот с 10-летнего возраста заняться нечем. Вы можете написать обращение мне просто на почту, чтобы я адрес, примерно пожелание, потому что вы назвали их коробку и поле, и волейбольный. Я это, я понял. Вы выберите что-нибудь, что мы с вами просить будем. Обратились к народному избраннику и жителям военного городка Чистцы-1. Пять лет назад была предпринята попытка передачи жилого фонда от Министерства обороны на баланс Одинцовского района. Но успехом она не увенчалась. Просто в упадническом состоянии этот военный городок. Мы живем, я живу там с рождения, но у нас там просто, вот вы знаете, плакать хочется. Вот если кто здесь есть, люди меня поддержат. У нас не дорога, не площадка, самого всего, всего. У нас нет ничего. Сдавали, сдавали. Полтора года мы принимали этот городок совместно. И Министерство имущества отношений Московской области, и от военных были. Вот люди ходили, каждый кирпичик считали. Ну не буду я все это говорить. Потом начальник генерального штаба через полтора года сказал. Мы ничего сдавать не будем. Здесь будет часть ГРУ. До сих пор части ГРУ нет. И сейчас Министерство обороны снова готово передать свое имущество в часах Один на баланс муниципалитета. Но пускать решение этого вопроса на самотек народный избранник не собирается. Нужно решать вопрос. Либо это имущество передается муниципалитету, либо нужно соответствующие структуры Минобороны обращаться и буквально заставлять, убирать снег, ремонтировать дороги. Это не всегда легко. Когда на одной территории сплетается очень много разных видов собственности, то есть стоит дорога, дорогу передали в муниципалитет, а столбы с фонарями там, и освещение не может муниципалитет поменять. Жители обращаются и говорят, что темно. И мы вот этими вопросами занимаемся. Поэтому я сейчас услышал первый раз об этой проблеме именно по тем адресам, которые назвали. Сейчас получу от них письма, зафиксирую, буду работать с Министерством обороны. Уже в сентябре Олег Рожнов будет планировать распределение средств своего депутатского фонда на 2019 год. На первом месте снова будет образование. Кроме того, парламентарий готов оказывать и адресную помощь жителям своего избирательного округа. На эти цели будет выделено около 1 миллиона рублей.